Деревянные скамейки со спинками и урны, густо покрытые побелкой. С середины декабря они начали появляться в разных районах города и порой в самых неожиданных местах. Приятного отдыха с видом на проезжающий транспорт и мусорную кучу на улице генерала Коломийца. Лавку здесь установили прямо у проезжей части. Это только один пример из множества. В Курсанском парке та же проблема. Этой зеленой зоны в микрорайоне бухта Стрелецкая благоустройство коснулось во всем своем разнообразии. Судите сами, на этом зеленом склоне в декабре местные жители с удивлением обнаружили признаки строительства. Внимание, дорогие жители и гости города. Ведется реконструкция в скобках строительства детской площадки. Но, видимо, подрядная организация сама не разобралась, что же конкретно здесь проводится. Однако о реконструкции речь быть не может, так как за полвека существования парка детской площадки на этом месте не было никогда. А были и есть детские площадки буквально напротив, по другую сторону аллеи. Их две, правда, обе нуждаются в серьезном ремонте или замене. Вопрос, нужна ли третья и что, останется от парка, если раз в пару лет будут устанавливать новую, риторически? Надо было лучше эти благоустроить, а не новую построить. А там лучше сделать зеленую зону. Травка хорошая такая была, плотная, по ней можно было бегать деткам. А вот и классика жанра. Скамейка-скамейка станет в проезжей части передом, к парку задом. И не где-нибудь, а прямо на тротуаре. Ведь это не аллея, а пешеходная дорога, по которой в сторону остановки общественного транспорта и обратно ежедневно идут жители улицы Ефремова. А летом по ней отдыхающие направляются на пляж Песочный. Это все находится прям на проходе. И ты идешь, люди сидят, часто чуть ли не по головам идешь. Ну, мне кажется так, наставили их, чтобы было. Это цветочки. Ну и ягодное место здесь, неподалеку. Самая интересная картина, конечно же, разворачивается в верхней части парка, где скамейки установили самым странным образом. Если кто-то решил на них отдохнуть, то прохожие явно почувствуют себя некомфортно. Что же говорить о мамочках с колясками? Горожане отмечают, устанавливали скамейки и урны за пару дней до Нового года в спешке. Но самое главное, предварительно не провели демонтаж старых объектов. Поэтому этим и не хватило места на главной аллее. За комментарием о необычном благоустройстве в ряде городских уголков мы обратились в правительство Севастополя. Как удалось выяснить, заказчикам работ выступали муниципалитеты. Совпадение или нет, а к нашему приезду в парк проблема действительно сдвинулась с мёртвой точки. Некоторые нелепо расставленные скамейки поменяли места дислокации. Их перенесли на главную аллею, а почти все старые лавочки снесли. Однако и такой ход поддерживают не все. Старые были лучше новых, я вам скажу. Потому что новые, они неудобные. Они сильно наклоняются назад, ноги вверх, а те были очень удобные, хорошие скамейки. Но если скамейки действительно могли расставить не по правилам, лишь временно, их возможно перенести, то как быть с третьей детской площадкой? И куда переедут лавочки, которые появились по обе стороны мощёной дорожки к памятнику покорителям космоса? Зачем на пути к нему урны? Кстати, об урнах. На двухстах метрах только одной аллеи в парке каменный цветок, их два десятка. Людей здесь обычно гуляет одновременно немного, как раз человек 20. Так что получается практически каждому посетителю по урне. Урны высотой почти в пол человеческого роста. Массивные, зато вместительные. И белоснежные под стать белокаменному городу. Но такими они пробудут недолго. Всего две недели прошло с момента установки, а многие из них уже имеют непрезентабельный вид. И напоследок ещё пример, только уже из сферы транспортной инфраструктуры. Инновационный проект «Остановочный павильон» в остановочном павильоне на улице Генерала Лебедя. Перед старым капитальным сооружением недавно выросла новая типовая упрощённая конструкция, в то время как на некоторых городских остановках нет даже навеса. Благоустройство – это когда во благо. Наверняка намерения заказчиков, авторов проектов и исполнителей работ были благими, но исполнение подкачало. Именно поэтому новое не всегда синоним хорошего. Семь раз отмерь – один благоустрой. Без лишних трат денег, нервов и сил.